Книга открытым оком. Вопрос 3217-18 том. Тема мусульманства. Мне нравится порядок в республиках, где люди исповедуют ислам. Разве нельзя нам, христианам, взять от них доброе в наведение порядка? Отвечает Игнатий Тихноч Лапкин. Подобные мысли постоянно приходят, когда видишь беду и паралич, продажность и тупость властей безбожных. Если бы только для наведения порядка приходили завоеватели, но им нужна душа твоя. Вот как об этом пишет философ. Ислам до некоторой степени может быть рассматриваем как учение синкретическое, так как он сложился из влияния еврейских, христианских и местно-арабских, которым впоследствии добавились влияния персидские и индусские. Однако, религиозная концепция Магомета должна быть признана все-таки оригинальной, так как он развил местную арабскую идею Аллаха в таком виде, который не совпадает ни с еврейскими, ни с христианскими представлениями об отношении божества к человечеству, не говоря уж о представлениях индуистских. Из внеарабских влияний на полуострове было особенно сильно еврейское. Христианство проникало по преимуществу в виде еретических сект. Обрезания арабы имели еще во время язычества. В Южной Аравии царь Йемена Абу Кериб с частью народа в 500 году принял еврейскую веру, которая оставалась господствующей до 530 года, когда вследствие жалоб христиан, притесняемых евреями, абиссинский негус воевал эту страну и уничтожил господство евреев. В общей сложности в Аравии можно было встретить примитивное язычество, и иудейство Моисеева, и еврейские мистические учения, и христианство, хотя характер сектанского и много влияния мистики сирийской, египетской и греческой. Магомед, много попутешествовавший по торговым делам, легко мог ознакомиться с этими различными религиозными воззрениями. Однако сам он был, во всяком случае, кровный араб из племени корейшитов. Магомед родился в Мекке, религиозном центре культа Аллаха в 570 году. Его отец Абдулла был сын Абдаль Муталиба из семьи Хашим. Мать Магомеда Амина, дочь Вахба из семьи Зухра, была та же арабка, хотя по преданию она родом из Ятреба, то есть местности сильно евреизированной. Происходит от бедных родителей. Он сделался приказчиком богатой вдовы арабки Хадиджи, по делам которой много разъезжал и на которой потом женился, когда ему было 24 года, а ей 39. Двоюродный брат Хадиджи Варак Ибнав Науфал, по Грецу, принял еврейскую веру и умел читать по-еврейски. А.Мюллер называет его христианином с оттенком эвионизма. А.Мюллер. История слава. С основания до новейшего времени. Санкт-Петербург. 1895 год. Страница 55 по 57. Разницы тут большой нет, так как эвиониты или иудействующие христиане – это была еретическая секта, соблюдавшая обрезание весь закон иудейский. Спасителя они считали сыном небожиим, а Иосифа и Марии – обыкновенным человеком, только освященным Святым Духом. Из книг Нового Завета они признавали только Евангелие от Матфея и состояли по племени исключительно из евреев. Таким образом, Варак Ибнав Науфал мог лишь спутать понятие Магомета о христианстве. Что касается евреев, сношение с ними Магомета было первоначально очень тесным. Помощники его Абдалла Ибн Салам и Мухнарик были евреи и соблюдали весь закон. Некоторое время у него был секретарь еврей, который вел всю его переписку. Сам Магомет не знал никакой грамотный ни арабский, ни еврейский. Относительно же своего учения считал, что лишь восстанавливает чистую веру Авраама, которую исказили евреи, как они исказили и Писание. Первоначально Магомет был уверен, что евреи присоединяются к его учению. Евреи же, в свою очередь, полагали, что он делается просто еврейским празелитом и поддержит их власть в Аравии. О христианстве Магомет имел еще более смутные понятия, чем о еврействе. По безграммности он не мог знать ни Ветхого, ни Нового Завета, иначе как понаслышке. Согласно с Ивианитами, он признавал Спасителя пророком, но отрицал его божественность и утверждал, что христиане извратили не только Писание, но и учение самого Иисуса Христа. Все такие смелые решения Магомет делал не на основании каких-нибудь научных знаний, которых не имел, а на основании своих непосредственных вдохновений. Он искал религиозную истину и в связи с эпилепсией, которой, по-видимому, страдал. По словам родных Магомета, его иногда охватывала сильная дрожь, за которой следовал рот обморока, сопровождающего конвульсиями. Причем, со лба его струился пот, и он лежал, закрыв глаза с пеной у рта, крича, как молодой верблюд. Свидения о Коране, законоположительной книге Мохаммедданского вероучения. Он впадал в экстаз, во время которого видел небесные сферы, разговаривал с пророками и самим Аллахом. В знаменитейшем видении своем, так называемом восхождении на небо, Архангелом Гавриилом, на волшебном коне Аль-Бураке, Магомед прошел семь небес, на которых видел Адама, Иисуса Христа, Иосифа, Еноха, Аарона, Моисея, Авраама. Дальше седьмого неба Архангел Гавриил уже не мог идти, но Магомед один поднялся до самого престола Аллаха и видел на престоле надпись «Нет Бога, кроме Аллаха и Магомеда, посланник его». Там же страница 190 по 203. Получая таким образом знание истины из прямых источников, Магомед читал и объявял ложу все, что не согласно с его видениями. Поэтому Магомед скоро разошелся с евреями. Начало борьбе положили сами евреи, потому что, убедившись в его полном невежестве в священном писании и в том, что он отнюдь не хочет идти за ними, а рассчитывает их увлечь за собой, они начали подрывать его проповедь и его авторитет среди арабов. Он, в свою очередь, объявил их безбожниками и начал против них жестокую войну, насильственно обращая их в ислам. В конце концов отношения дошли до полной ненависти. Пленная еврейка Цинов или Зинобия пыталась даже отравить Магомеда и не совсем безуспешно, потому что хотя Магомед успел выплюнуть отравленный кусок, однако яд несколько подействовал, и Магомед стал хворать и через 2-3 года в 632 году умер. Несмотря на полное искоренение еврейских племен в Ятребе, Хайбере и других местах, насильственное обращение их в ислам, остатки евреев, говорит Грец, не отказывались от надежды избавиться от врага. Они заводили крамолы и действовали сообща с недовольными арабами. Когда Магомед умер, евреи Аравии со справедливым злорастом, говорит Грец, узнали его смерти. Г.Грец. История евреев. Том 1. Страница 120. Как бы то ни было, разорвавшись у действия и обманув все его надежды, Магомед стал национальным арабским пророком и политическим деятелем. Предназначенное своим основателем ко всемирному распространению, это учение, будучи бедным своим внутренним содержанием, делало ислам безоружным при контакте с более глубокими религиозными учениями. В создании ислама Магомед сделал огромный шаг назад, в глубину прошлых тысячелетий, и в этом резко отличается от христианства и иудейства. Он задался целью восстановить древнюю веру Авраама, отбросив весь ряд тысячелетий, в которые совершалось дальнейшее развитие веры Авраамовой. Иудейство само исходило из веры Авраама, но не остановилось на ней. Оно дополнило ее законом Моисея, вдохновениями пророков, обширными толкованиями ученых-равинов, признанием за преданием равносильности с законом, и, наконец, искусственным чтением писания, дозволяющим вкладывать в его буквы почти какой угодно смысл. Идея Магомеда, в резкое отличие от этого, отвергла всю работу религиозного сознания в течение пяти тысячелетий и поставила целью возвращение к вере Авраама. По цели это было движение неразвитого ума назад, к первобытности, к первым проблескам истинной веры. Фактически это было даже неисполнимо вследствие того, что вера Авраамову известна по Писанию лишь в самих общих чертах, но только цель ставила Магомеда на национальную арабскую почву. Но такая цель ставила Магомеда на национальную арабскую почву. О вере Авраама ему приходилось искать сведения в преданиях арабов, потомков сына Авраама, Измаила, в непосредственных вдохновениях и откровениях самого Магомеда. К вере Авраама в единого Бога, нет Бога кроме Бога, он прибавил пояснительные заявления, и Магомед пророк его. Таким образом, вероучение Магомеда становилось самостоятельным и своеобразно арабским. Из тесных границ христианско-иудейской секты, каким были в начале учения Магомеда, ислам сразу стал высвобождаться в национальную религию арабского народа, говорит А.Мюллер. А.Мюллер. История ислама. Том 1, страница 117. Но если Магомед сделался национальным арабским деятелем и в религиозном отношении создал культ Аллаха, Бога своего родного города Мекки, для уснения его идеи, углубляясь в арабские предания и вдохновение своего арабского духа, то это не значит, чтобы он был простым компилятором арабских преданий. Напротив, он извлекал из народного духа лишь то, что соответствовало понятиям о едином Боге, общем творце всех людей. Арабский дух оказался достаточно универсальным для того, чтобы дать Магомету средства борьбы со всеми языческими тенденциями арабских племен. Эту борьбу Магомед вел энергично и непримиримо. Он отчетливо создавал и говорил, что Аллах – Бог Авраама, есть тот самый Бог, какого чтили иудеи и христиане, и что, возвращая свой народ к вере Авраама, он привлекает его на служение Бога всего мира и, следовательно, к мировой роли. В этом отношении арабский пророк стал выше иудейства, которое в своем главном русле не могло отрешиться от предавания Иегове значения еврейского национального божества. Магомед, наоборот, приблизился к универсализму христиан, у которых, вероятно, и заимствовал его. Действительно, будучи арабом и призывая родную Аравию на служение Аллаху, Магомед с первых же шагов своей деятельности покинул свойственную тогда арабам племенную точку зрения и вместо племени создал общество верующих, подобие христианской церкви. Впоследствии мусульманство раздробилось на секты и вероисповедные школы и усвоило себе точки зрения, безусловно, чуждые Магомету. Но сам Магомед вводил религию, которая избавляла человека от трудных умствований, упрощала его нравственность и если требовала безусловной покорности Богу и исполнения довольно сложных обрядов, то, с другой стороны, делала мусульманином владыкой мира, господином над всеми племенами земными. Основы веры ислама просты. Прежде всего, они сводятся к безусловному подчинению Богу, что выражает само слово «ислам» – преданность или покорность. Человек – создание Божие, остается в полной власти Бога. Коран говорит, что мы зависимы от произвольного Божьего предопределения, которого никто не может избежать. Бог руководит каждым, как хочет, кого хочет, он даже вторгает в заблуждение. Такой фатализм, кажется, не совместив с родственной ответственностью, но она у мусульман переносится в области исполнения предписаний Корана. Сам же по себе фатализм делал мусульман особенно способными к завоевательной роли, подрывая страх смерти. Подчиняясь, безусловно, Богу, мусульманин делался распространителем власти Божьей на земле. Все люди обязаны подчиняться Аллаху, хотя они этого и не хотят. Если они не подчиняются, то не имеют права на жизнь. Поэтому язычники подлежат или обращению в ислам, или истреблению. Насильственное обращение в ислам не представляет с магометовской точки зрения ничего предосудительного, ибо люди обязаны, безусловно, покоряться Богу не по своему желанию, а потому что Аллах этого от них требует. Магомет обращал насильственно в свою веру не только язычников, но и евреев. Однако вскоре было установлено, что насильственному обращению или истреблению не подлежат все имеющие Писания, то есть христиане и иудеи. Предполагалось, что они также подчиняются Богу, хотя и неправильно, по каким-то недостаткам своего Писания, но не по нежеланию ему подчиняться. Однако, как неподчиняющиеся установленным способам, они не могут иметь самостоятельного существования, не имеют прав и должны служить на пользу правоверным. Таким образом, уже при Магомете мусульманам была указана цель покорения всего мира, причем господствовать всюду могут только мусульмане. Неверные же подлежат или истреблению, или насильственному обращению, или же, наконец, иудеи и христиане подчиненному существованию обязаны платить им деньги за дозволение существовать, хотя бы в бесправном положении. Такова такая перспектива всемирного взвоевания грабежа была также вполне в духе арабов, вечно занимавшихся грабежами всех чужих и самоотверженно защищавших всех своих. Безусловно, подчинение верных Аллаху и покорение ему неверных было первой основой воинственной фанатической религии Магомета. Но для правоверных были установлены и другие обязанности. В магоментанце поныне среди всяких разногласий и сект существует пять так называемых столпов веры, общих для всех. Это именно 1. Исповедание веры, которое выражается и в завоевании неверных. 2. Молитва, исполняемая согласно предписанным обрядам. 3. Милостыня. 4. Пост, совершаемый по предписанию время и в предписанном порядке. 5. Путешествие в Мекку на поклонение хотя бы раз в жизни. Обрядовые предписания магоментанства довольно сложны и обременительны, но это не препятствовало притягательной силе ислама, как справедливо замечает Георг Шустер. 5. Религия, ограничивающая внешней обрядностью, всегда приятна для среднего человека, который не любит, чтобы божество предъявляло требования его душе, но сложные внешние обряды он исполняет охотно, если верить, что это угодно Богу. Это мы и видим в религии Магомеда. 5. Георг Шустер. Тайные общества, союзы и ордены. Санкт-Петербург, 1905 год, страница 156. А мусульманство действительно не предъявляет душе больших требований. Предписание Корана по преимуществу сводится к тому, что требуется общественной пользой. Коран предписывает благотворение сиротам и бедным, справедливость в мире и весе, запрещает корысть, лихву, гордость, насмешки, требует воздержания от вина, почитать родителей, ласковое обращение с женой, послушание жены мужу и тому подобное. Запрещается также и прелюбодеяние, но не сластолюбие и неочувственность. У самого Магомеда было множество жен, и мусульмане даже гордятся этим, как доказательством жизненной силы пророка. Предписание ислама вообще направлено не на развитие чистоты душевной, а на соблюдение правил житейского благополучия и благовоспитанности. Самое запрещение корысти и лихвы не обременительны для тех, кто имеет законное право обирать и грабить весь мир, за исключением своих единоверцев. Сверх того, в первоначальном мусульманстве был элемент некоторого своеобразного коммунизма, который давал прочное обеспечение жизни всякому правоверному. Ислам универсален, космополитичен, он принимает в себе всех и всех делает владыками мира, или, по крайней мере, претендентами на такое владычество. Подчинившись Аллаху, мусульмане внутри своего общества равноправны, в отношении же всего остального мира имеют права владычества над неверными, над их трудом и имуществом. Мусульмане царствуют в мире с Аллахом явно, наглядно, со всеми выгодами этого. Это, конечно, приличает среднего человека. Фанатизм, становящийся обязанностью перед Аллахом, и фатализм, истекающий из веры в предопределение, делают последователей ислама неустрашимыми войнами, тем более, что каждый успех в подчинении неверных обеспечивает правоверных все новыми богатствами. Упростив до крайности веру, связав человека с Богом не какими-нибудь тонкостями духовной жизни, а слепой, безусловной покорностью с обязанностью распространять веру, Магомед создал могущественное оружие в руках пророка и его преемников. Отсюда и грозная внешняя сила ислама и его сказочно быстрое распространение в мире. Но бедность религиозного содержания сделала его внутренне слабым и податливым к внешним влияниям других религий, что в конце концов отразилось расслабляющее на внешней силе ислама. И это проявилось очень быстро, можно сказать, с первым же завоеванием мусульман, которых сила воскресала с каждым порывом упрощенного Магомедова фанатизма и ослаблялась с каждым проявлением стремления к более глубокой и тонкой религиозной жизни. Как бы то ни было, в магоментанстве действительно возник жестокий раскол. Он произошел на почве двух обстоятельств. Различного понимания преемственности звания халифа и различного отношения к Магомедову преданию. Арабы находили, что так как у Магомеда не осталось наследников мужского пола, то власть халифа должна устанавливаться по избранию народа. Другая часть мусульман, преимуществом персидской, находила, что звание халифа должно быть наследственным и Абдалла ибн Саба получил успех именно потому, что дал религиозную основу этой идее. Кроме того, возникли споры о значении предания. В арабской части мусульман началось собирание предания об обычаях и узаконениях, санкционированных Магомедом, по свидетельству близких ему лиц. Обширный сборник этих обычаев, сунна, был признаваем равноавторитетным с Кораном. Но сирийская персидская часть, Магомедан, отрицала сунну, вероятно, потому что сунна, точно закрепляя предписание магомеданства, стесняло произвольное толкование Корана. Так возник раскол суннитов и шиитов. Арабская часть магомеданства сделалась и осталась суннитами, так же, как впоследствии турки. Шиитами же поныне остались персы. Слово шиит по смыслу своему не имеет, впрочем, никакого отношения к суне, а означает просто партию Али. Спор начался во время раздоров об Али как единственном истинном преемнике Магомета. Слово ши означает партия. Шиат Али были партии преемника Магомета и шиитами назывались его приверженцы. А.Мюллер указано в сочинении том 1 страница 362. Но эти приверженцы были не только за Али, а так же и против сунны. Просачивание в ислам верований покоренных народов совершенно понятно. Развиваясь первоначально в среде, ставшей шиитской, эти воззрения проникали постепенно в среду и суннитов, делая магоментанство в конце концов очень сложной, даже пестрой религией, которую магоментанское богословие лишь трудом могло приводить к некоторому подобию стройности. Истинным преемником пророка должен быть тот, на которого перешел дух Божий, бывший Магометий. Тут явились первые ростки идеи о сиянии с Богом. Свою теорию Абдалла основывал на толковании 85 стиха 28 ссуры Корана, где сказано Магомету «Тот, кто дал тебе Коран, приведет тебя к месту возвращения». Конечно, Магомет разумел здесь свое возвращение в Мекку, из которой в это время еще был изгнан. Но слово имеет двойной смысл «возвращение» и «воскресение мертвых». Отсюда Абдалла выводил учения о бессмертии Магомета и его воскресении, как при конце мира, так и в людях, становившись его преемниками. Таким наследником Духа Божия и Магометова в данный момент Абдалла называл именно Али, мужа Магометовой дочери Фатимы, который был знаменитый полководец, но не более близкий свойственник пророку, чем другие его зятья. Сам Али ничуть не одобрял теории Абдаллы, считая ее даже кощунственной и хотела его казнить. Но Абдалла убежал Египет и продолжал свою проповедь против Османа и за Али. Скоро из Египта в Мекку прибыли 500 заговорщиков под видом паломников, в действительности же с целью силы принадить Османа к отречению от халифата. Но так как он упорно воспротивился их настояниям, то они его убили. После этого халифом был провозглашен действительно Али. Али в свою очередь был убит заговорщиком через 5 лет. Быть может не без интриг сирийского наместника своего Муавии, который сделал с их халифом. Но это не прекратило проповеди Абдаллы, который утверждал, что Али остается живым, что гром это его голос, молния это его меч. Тут же мы видим пантеистическое слияние духа с природою. Абдалла ибн Саба утверждал, что Али лишь временно находится в скрытом состоянии, но потом явится и выдворит на земле справедливость. Так появилось учение о скрытом имаме, играющего в мусульманстве огромную роль. Пророк Магомед отрицал монашство и воспрещал его. Однако, как обычно полагают, под влиянием христианских монастырей и, конечно, под влиянием отголосков индуизма в исламе очень скоро появились пустынники, которые начали объединяться между собой. Это так называемые суфи или дервиши. Можно было бы заподозрить, что слово суфи имеет какое-нибудь сродство с греческим мудрость софия. Но на самом деле оно происходит от названия их одежды суфа, власеница. Суфи строгие аскеты из различными способами изнурящие свою плоть, хотя и не по христианскому образцу. Пост, бдение и молитва проникает их в жизненный режим. Общины суфи или дервиши имеют в своем настоятеле шейхов, которые играют также роль христианского старца, духовника, следящего за духовной жизнью своих подчиненных. В молитвенных упражнениях дервишей заметное сходство больше с индусскими йогами, нежели с христианскими аскетами. Хотя некоторые из этих упражнений напоминают также и то, что у христианских аскетов называется художественным деланием, то есть как бы искусственной молитвой. В их молитве имеется пять степеней. В первой должно обратить глаза на сердце свое, вгоняя в него свое помышление, повторяя в сердце Аллах. Во второй степени закрывает глаза, направляет их мысленно под ложечку, то есть в область эмпатической нервной системы повторяет то же самое слово Аллах. В третьей степени направляет таким же образом мысль свою на печень с повторением той же краткой молитвы Аллах. В четвертой степени упражнения повторяется то же самое с направлением внимания на верхнюю поверхность мозга. Идея состоит в том, чтобы все части конец должен повторять слово Аллах одновременно всеми частями тела. Это построение внутренней молитвы сообразно по исполнению, но в основном плане напоминает как наше художественное делание, так и упражнения индусских йогов. Конечная задача молитвы деревишей приведения себя в экстатическое состояние, что достигается не только самоуглублением, но также и религиозными плясками наподобие родений наших хлыстов. Для этих молитвенных упражнений деревиши собираются вместе и в результате пляски приходят в изнеможение выступления. Как и у индоистских йогов предполагается, что в состоянии созерцания и иступления дух владевает плотью и позволяет телу совершать чудотворные действия. Так деревиши глотают битое стекло, горящие уголья, пронзают себя кинжалами и не испытывают от всего этого никакого вреда. Эти необычные деяния деревиши совершают основные положения ислама так называемой столпы веры до чрезвычайности просты. Они требуют первое исповедание веры, второе пятикратной молитвы в день, третье довольно умеренной милостыни, четвертое определенного в обрядах поста, пятое паломничество в Мекку. Разработанная догматика ислама устанавливает обязательным шесть пунктов веры. Вера в Бога, второе в ангелов, третье священное Писание, четвертое пророков, пятое воскресение мертвых всеобщий суд и его последствия рай для спасенных и рад для осужденных. И шестое вера наконец в предопределение. Перед концом мира придет лжеучитель антихрист, но явится также Иисус Христос, который должен будет судить живых и мертвых воскресших для этого. Явится и Мессия Махди, имеющий выдворить царствие Божие. За сим приведенных ждет рай грешников ад. Однако ни рай, ни ад не отходят от реальности здешней жизни. Райские наслаждения представляют как бы дел земных, а адские муки воспроизводят верх земных мучений. Магомед для устранения мысли о разноречивости велений Божих объявил, что иудеи и христиане исказили писание своих пророков. Но не все в них они исказили, ибо если бы искажено было все, то Магомед бы не мог признать, что иудеи и христиане не язычники и не подлежат одной с язычниками участи. Сам Магомед, если почти не знал христианство, то пережил сильное воздействие еврейства, и в концепции Аллаха он произвел именно еврейское понятие о Боге и Егове, о Боге Авраама, Боге личном, создателе и промыслителе, узнав христианство лишь то дополнение, что это не какой-нибудь племенной Бог, а всемирный, всечеловеческий. Как было в иудействии и в христианстве, так и произошло в исламе. В него вторгся эзотеризм, оставляющий нетронутую букву веросповедания, но читающий эту букву в диаметрально противоположном смысле. Как было в древних языческих религиях, затем в иудействии и христианстве, так повторилось и в магометанстве. Ислам выступил в мире отчетливым характером как религия земного господства. Он заявил себя высшим и последним откровением божества, которое на этот раз решил реализовать на земле факт людьми, не осознавшиеся еще. Оно потребовало, чтобы весь мир сознательно ему подчинился. Эта миссия была, вверена исламу. Магометане получили обязанность подчинить Аллаху все племена земные. Конечно, христианство также имело свои задачи привести всех к Богу, но огромная разница состояла в том, что христианство лишь возвещало истину, предоставляя затем свободному решению каждого выбрать свой путь, воспринять истину и спастись или отвергнуть ее и погубившим свою душу. погубившим. Если христианство прибегало к прозелитизме и к насильственным мерам, это было вопиющее нарушение самого смысла его. В исламе наоборот, божество заявляло, что право на существование в мире, созданном Аллахом, имеют только те, кто ему безусловно подчиняется. Неподчинившиеся язычники должны быть уничтожены. Тем народам, которые имеют Писание, дано было право на существование, но и они могли жить только подчиняясь Магоментанам и служа своей жизнью на их пользу. Смысл религии ислама состоял в подчинении мира каким-то не было способом. К этой цели приспособлены были все составные части его религиозной жизни. Действуя по повелению абсолютного божества, не имея никакого права изменять это повеление, Магоментанин становился фанатиком, не ведущим ни рассуждения, ни снисхождения. Безусловный фатализм предопределения уничтожал в Магоментане не страх смерти. Павшим в священной войне против неверных давался немедленно рай со всеми наслаждениями, ибо такая смерть искупала какие бы это ни было грехи. Делаясь таким образом самоотверженным и бестрепетным воином Аллаха, Магоментанин в то же время находил в священной войне и в господстве над завоеванным миром обильный источник материальных благ, ибо имущество, труд и самая личность неверного принадлежали правоверным. Война против их была источником обогащения. Эта экономическая приманка была тем более сильна что грабеж и экспроприация чужого имущества неверных составляли для Магоментанина его законное право. Создавая таким образом все для превращения своих последователей во всемирных завоевателей. Ислам в то же время многим своим сторонами ослаблял силу сопротивления народов подлежащих к завоеванию. На первом плане в этом отношении стояла его космополитичность. Стоило неверному принять ислам и уже никто не спрашивал его какого он племени. Он становился равноправным членом общества правоверных и из завоеванного раба превращался в господина мира. Это настолько побуждало завоеванных принимать ислам что Магоментани скоро стали сами ставить препятствия к обращению в их веру и соображений материальных не желая терять людей которых имущество они могли бы себе присваивать и поборами с которых существовало общество правоверных. Тем не менее громадные массы покоренных обращались в ислам. Раз войдя в общество мусульман все такие люди немедленно находили что новая вера дает им жизнь легкую и приятную. В отношении чисто духовным ислам давал мало но это и нужно было неразвитым массам их религиозное чувство вполне удовлетворялось обрядностью и сознанием того что раз человек безусловно отдал себя в подчинение Аллаху то ему уже не о чем либо больше думать и заботиться кроме исполнения заповедей обеспеченная материальная жизнь магоментанстве справедливость во взаимных отношениях правоверных общественная жизнь отличающаяся приличием и во многих отношениях чистотой все было привлекательно для поклонников Аллаха из покоренных народов вырабатывались ревностные приверженцы магоментанства хотя по преимуществу среди народов не особенно развитых во многих местах где проповедь христианства была бессильной или мало плодотворна ислам захватывал массу очень легко так было среди народов северной африки малайцев киргизов черкесов кавказа и в наши времена в центральной африке легко захватывая своих последователей ислам держал их очень прочно так что ни одна религия не может похвалиться большими успехами прозалитизма среди магометан христианство было раздавлено исламом только в в областях византийских да и то оставивший наследие своего православия России который за 2-3 века покорил ряд магометанских государств и истощило главной из них Турцию западное христианство после недолговременной потери Пиренейского полуострова не только возвратило его но захватило под владычество созданных им государств всю Северную Африку на востоке несмотря на завоевание магометанами передней Индии магометанство не утвердилось в народе а потом потеряло и государственное господство в мире буддизма магометанство не сделало ни малейших успехов в общей сложности после 12 веков бурных порывов эта религия земного господства представляет теперь картину полного падения именно в смысле земного господства почти всюду находясь под господством народов чуждых веросповеданий было бы бесплодно гадать о дальнейших судьбах ислама он имеет до сих пор огромное число своих верующих не уступает их другим веросповеданиями ведет даже успешную пропаганду в Африке и в России но сторонники ислама уже не осуществляют основного смысла и требования своей веры земного господства над неверными трудно даже представить чтобы при современных условиях когда религиозная основа все менее принимается во внимание в международных отношениях роль ислама могла бы сильно измениться однако в ее верованиях остается потенциально все таки возможность возвратиться к временам первых халифов то есть к идее земного господства эта возможность кроется в идее Махди в магоментанстве она не обнаруживает признаков замирания и воины африканских магдистов еще недавно показали какие глубокие глубины фанатизма она способна возбуждать в конце концов магдисты однако и в Африке потерпели поражение и что всего важнее их движение не нашло уже отзвука в целом магоментанском мире все более подвергающимся влияниям европейской культуры которая все менее становится сообразной с тем чтобы народы отдавали свои силы на служение целям религиозным религиозные философские основы жизни страница 291 по 313 лев атихомиров 1852 год по 1923 год неемия 9 глава 17 стих не захотели повиноваться и не вспомнили чузных дел твоих которые ты делал с ними и держали шею свою упруга и по упорству своему поставили над собой вождя чтобы возвратиться в раб но ты бог любящий прощать благей и милосердный долготерпеливый многомилостный и ты не оставил их книга пророка Исаия 10 глава 3 стих и что вы будете делать в день посещения когда придет гибель издалека кому прибегните за помощью и где оставите богатство ваше Иеремия 5 глава 19 стих если вы скажете за что господь бог наш делает нам все это то отвечай так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей то будете служить чужим в земле не вашей 1 Петра 2.21 ибо вы к тому призваны потому что и Христос пострадал за нас оставив нам пример дабы мы шли по следам его стихотворение устройство мира можно бы признать стабильным перспективным справедливым забыв про терроризм что и срезня пока устраивать поместные пуримы терпеть ли гнусности продажных крикунов политиков обмылков из кровавой бани пророки предсказали нам давно что сроки сцепятся и расшибутся лбами восстанут ошалевшие народы друг друга истребляя поголовно их одновременные правители уроды однодневные правители уроды свои главы антихристу преклонят но каждый должен верным богу быть готовится явить непокоривость противником христа страдания испить свидетельством исправить то что криво о царстве света будем возвещать пришествие христа придвинулось вплотную со дня на день готовится печать на лоб упрямый на руку десную на руку десную глобализация и мировой порядок для пользы общей кажется нужны антихристу а он уже и вовсе где-то рядом и чаша с мерзостью у блудницы жены и эти песни о блуде всесвятом о блуде всесветном лишь тень того что рядом у дверей с какой быстротой в неверии мир слепнен в молитве только можно рассмотреть в экуменизме ересли слепились водовороты втягивая всех неосторожных а церковь патриаршая как будто бочка с килькой в ней нелегко спасаться а погибнуть можно избрав христа единственным вождем дыханием своим сжигающим и нечисть его как жениха небесного мы ждем он явится за нами со святыми вместе Игнатий Тихонович Лапкин 2006 год